Desire, модель HTSPB99200, такая вот модель, и замена тачскрина. Эта матрица целая, работает, но экран сломан. Разбираем телефон. Снимаем батарею, два по углам болтика снимаем крестообразной отверткой, по бокам и по углам четыре одинаковых. Снимаем заднюю панель. Вот он у нас, разъем тачскрина, новый тачскрин, давайте сразу попробуем. Поставим время на панель, включим телефон. И попробуем новое стекло. Телефон загрузился. Телефон загрузился. Снимаем кресто Come. Вроде бы всё работает. Можно менять. Снимаем батарею, панель, разъём нового стекла. Соединяем разъём нижних кнопок. Снимаем вот эту наклеечку. Под ней у нас находится разъём экрана, вот он. Защитный пластик. Металлическую фольгу вот эту снимаем вместе с нижними кнопками таким образом сняли. Далее удобнее будет снять верхнюю плату тоже для замены тачскрина. Откручиваем крестообразный болтик. Будьте внимательны, вот здесь находится у нас шлейф с кнопками звука. вытаскиваем его. Вытаскиваем в сборе плату с шлейфом и с верхней платой. Далее. Снимаем экран. Аккуратно, потому что он у нас сидит на липкой ленте. С боков приподнимаем. Сняли экран. Разбитое стекло. Включаем термофен. Ставим по быстрому, чтобы 450 градусов. Разогреваем. По периметру. Так. Что значит мешать. Женщина с лентой с Two Candace цеп pass emot. Да börяй人民 на сайте. Затем движения. попробуем снять с этой стороны с внутренней выдавливаем и оно соединяется вытащили шлейф вы знаете посадочная поверхность довольно хорошая, я бы сказал, липкая можно посадить новое стекло и на него можно наклеить новый двусторонний скотч у кого как получится снять снимаю пластик таким образом заводим шлейф ставим стекло аккуратно старайтесь пальцами не трогать, чтобы не оставлять отпечатки с экрана ставим экран будьте внимательны экран ставится впритык, не должно оставаться никаких зазоров экран должен прилежать ровно ставим кнопку звука клавиатуру нижних кнопок далее ставим выставляем антенну шлейф вот эту подложку с драйвером нашего нового стекла можно поставить на двусторонний скотч чтобы она у нас села на место вот таким образом клеим скотч двусторонний и здесь прямо показаны риски и по этим рискам клеим драйвер тачскрина вот таким образом далее вставляем нижнюю клавиатуру с металлическим скотчем установили вставляем плату отставить забыли пластик защитный который мы снимали вставили вставляем плату начинаем сверху вставили закрутили молтик проверили кнопку включения далее вставляем кнопки регулировки звука они у нас на такой металлической подложке установили проверили клик все работает устанавливаем плату застегиваем разъемы тачскрина клавиатуры экрана застегнули ставим нижнюю ставим верхнюю панель нижнюю панель антенный модуль с виброзвонком закручиваем телефон вставляем батарею таким образом друзья меняется тачскрин на данной модели от ЧТС всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем удачного дня до свидания до новых встреч